Трудные места Писания В христианстве очень много возможностей для прощения Иногда это поражает людей Они говорят, разве все можно простить? И христиане говорят так как-то Иногда немножко поспешно Да, конечно, все И тогда другие люди могут удивляться И говорить, ну, хорошо А если Гитлер скажет в конце войны Ну, извините, пожалуйста, что-то я не то сделал Вы скажете, да, конечно Молодец, иди дальше живи Неужели вот все можно простить? И приходится как-то выходить из этого положения Говорит, нет, ну, наверное, вот недостаточно просто сказать Извините, да, наверное, нужно как-то постараться исправить Более того, есть прекрасные совершенно произведения Ну, вот повесть Лескова на краю земли Очень хорошая Или другие, вот, например, фильм Скорцезе «Молчание», который тоже этот мотив содержит Когда христианские проповедники приходят к народам, не знавшим христианства Крайний север России или Японии в данном случае И они рассказывают, а христианство может все простить То некоторые люди понимают, это так, отлично, я буду, вот, что хочу делать А потом приду, покаюсь к батюшке и снова то же самое, да И так до бесконечности Ну, нам же дали эту возможность Глупо и не воспользоваться, да, если тебе абонемент в бесплатный фитнес-клуб дали Что ж ты не будешь ходить разве туда? Конечно, будешь каждый день по возможности Трудная вещь, но мы сейчас не об этом Вот такое всепрощение, да, есть в христианстве Порождает проблемы Одно маленькое исключение Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком А хула на духа не простится человеком Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему Если же кто скажет на духа святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем Матфея, 12 глава, 31-32 стихи Странно, да? Вот, я понимаю, были бы названы какие-то жуткие злодеяния Нет, хула на духа А отца можно, сына можно, да? Сказано же, кто скажет слово на сына человеческого, простится, а на духа не простится Что за странное разделение троицы, да? Ну, вообще-то, троица – это догматическая формулировка немножко более позднего времени Христос не обсуждает догмата троицы в Евангелии Он отвечает на возникшую ситуацию Отвечает на потребность, которая есть у того или иного человека И, конечно, это место с самого начала довольно много комментировали разные христиане, святые отцы А Василий Великий формулирует так Тот, хулит духа святого, кто в действии плоды святого духа приписывает противнику Иоанн Златоуст Как тот, кто считает солнце темным, не унижает этого светила, но представляет яшные доказательства своей слепоты И как тот, кто называет мед горьким, не уменьшает его сладости, но обнаруживает болезнь свою, так точно и осуждающие дела Божии Кто богохульствует, тот наносит раны самому себе Святой Семен Новый Богослов Кто говорит, что в нынешние времена невозможно получить духа святого Кто хулит действия святого духа, говоря, что такие действия от дьявола Тот вводит новую ересь в церковь Божия Так, по какому поводу Иисус эти слова произносит? У Луки это длинная речь, которая говорит об отношениях Бога и человека А Матфей и Марк описывают конкретную ситуацию Иисус изгоняет бесов, исцеляет больных, совершает чудеса Их нельзя не заметить, да, но его противники говорят Он изгоняет бесов не иначе, как силы Вильзевула, князя Бесовского Матфея 12, 24, то есть он самый главный из бесов Ну или этот самый главный действует через него Иисус показывает, что это построение нелепо И завершает именно этим выражением Всякая хула простится, а хула на духа не простится И все становится довольно понятно То есть, смотрите, он не просто говорит Вот отца можно, сына можно хулить, а духа нельзя Он говорит, вот действие святого духа, которое вы не можете отрицать Оно происходит у вас на глазах И вы называете его действием дьявола А если вы, допустим, упали с корабля в бурное море Вы можете ругаться на того, кто вам кидает спасательный круг Поносить его последними словами Но за круг-то вы должны ухватиться Если вы от круга уворачиваетесь, вы утонете Вот действие святого духа, являемое в нашей жизни Это вот и есть действие Бога Ты можешь как угодно и что угодно говорить о Боге Но это действие ты должен принять Или просто ничего не получится Вот фарисеи тогда, не все, конечно, они тоже разные были Но фарисеи, о которых идет речь, они стремились доказать собственную правоту Так часто бывает, что при этом черное называли белым, белое черным Божье называли бесовским И это не просто некоторая ошибка Всем людям свойственно ошибаться Но вот видя действие святого духа, они говорили Это бесовское И значит, они этого духа, собственно, прогоняли от себя Они не готовы были принять его в себе Ну что с этим делать? Дело не в прощении, как в некотором волевом усилии А дело в том, что человек отделяет себя от Бога Вот, кстати, отчасти ответ на вопрос о бесконечном прощении Когда грешусь, 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 сбегал, быстренько покаялся И вперед по новой, да? Ведь это то же самое, по сути дела, да? Тогда получается, что само это покаяние Это как лицензия на грех, да? А не как попытка от него избавиться И надо сказать, что вот эти слова хулия на духа Они довольно актуальны Очень часто люди и сегодня отрицают явное действие духа И находят тысячи причин Когда что-то происходит не по их сценарию Когда кто-то ведет себя не так, как им бы хотелось Ну, сказать, что это вот там бесовское Что это не от Бога Что это там не по благословению Это вот там безблагодатно и так далее Мне кажется, это довольно опасное занятие Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Внеси свой вклад, оцени, подпишись Внеси свой вклад, оцени, подпишись